Взрослые мастера Фидеи, начинающие шахматисты буквально бок о бок сидят и с одинаковым задумчивым лицом решают, с чего начать свою партию. Думают долго, так как каждый ход может стоить важной победы. Те, кто постарше, встречаются в рамках чемпионата Дальнего Востока. А вот подрастающая смена борется на краевом уровне. Рейтинги очень высокие. Там у Сек, так сказать, Сахалина у них за 2 500, Янченко с Комсоморского на море за 2 500. То есть вот с Хабаровска у нас рычков 2 400. Ну, очень солидные. И девушки очень тоже сильные. В трех вариантах мы проводим. Это и блиц, и быстрый шахматеропед. Вот классика сейчас. Опытные шахматисты борются за место в высшей лиге России. Туда отберутся лишь первые тройки. Для некоторых ребят это, правда, уже практически обычное дело. В копилке уйма наград соревнований и повыше статусом. Такие спортсмены хоть и имеют уже звание мастера Фиде, однако не считают, что стремиться больше не к чему. Преподавание младшим – один из вариантов продолжения карьеры. В Камчатском крае у нас сейчас очень много детей занимаются шахматами. У нас есть своя спортивная школа. У нас занимаются шахматами около тысячи детей. И очень шахматы развиты. В основном ты смотришь по своей игре, настраиваешь детей так же, как и себя. И это вот им дает уже какой-то толчок. Им проще играть. А эти самые дети сейчас только борются за путевки на Дальний Восток. Количество юных участников здесь с каждым годом только растет. Именно на таких соревнованиях разрушаются все стереотипы о современном подрастающем поколении, которое якобы ничем, кроме гаджетов, сейчас не интересуется. Вообще мои дети занимаются с первого класса. То есть уже седьмой год мы занимаемся шахматами. У них получается, сразу стало получаться, им интересно. Они сами пошли, записались в шахматный клуб. Пришли, меня поставили в известность, что они записались. Стали ходить. Через месяц я пришла к тренеру узнать, есть смыслом ходить или нет. Она просто сказала, где вы раньше были. Кстати, сложность подобных соревнований, кроме статуса, еще и в том, что по продолжительности они могут обогнать любые другие виды спорта. Классические шахматы нелегитимны, если не проводятся в 9 туров. Поэтому с таким количеством участников и многочасовыми партиями соревнования планируют закрыть только в конце марта. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.